Кто был автором каменной индустрии Луццо, распространённой на Апеннинском полуострове от 45 до 40 тысяч лет назад? Этот итальянский полуостров наиболее узнаваем на картах из-за формы сапога, а период примечателен для учёных и любителей антропологии тем, что временные даты культуры совпадают с границами заселения Европы людьми современного вида и исчезновением неандертальцев. Также около 40 тысяч лет назад произошло крупное вулканическое событие, известное как мегаизвержение флегрейских полей, расположенных в 20 километрах от Везувия. Мощность извержения была больше, чем при извержении вулкана Тамбора на острове Сумбава в 1815 году, что вызвало год без лета в Европе. Можно только догадываться, какой бабах был во время извержения в самой Европе 40 тысяч лет назад. Некоторые учёные считают, что примерно в этот же период произошли извержения вулканов Казбек на Кавказе и Святая Анна или Чуматул Море в Румынии, что вызвало большие климатические изменения. Этот же период характеризует переход от Среднего к Верхнему Палеолиту. В 2010 году российские археологи выдвигали гипотезу, что из-за извержения неандертальцы вымерли и не пересекались с людьми современного вида в Европе и на Кавказе. Хотя мы знаем, что неандертальцы не только пересекались, но и чудесно проводили время с представителями нашего вида вне африканского континента и неоднократно в процессе скрещивания. Но это ещё до описываемых событий. Вопрос только когда точно и где это происходило. Свечку учёные не держали, но подозревают, что на Ближнем Востоке. Поэтому к основателям культуры Улутсо очень пристальное внимание. Для авторов Улутсо были предложены три гипотезы. Первая – это изобретение человека разумного. Вторая – это неандертальцы продолжали совершенствоваться после мустьерской культуры. Третья – изобретателями были смешанные группы сапиенсов и неандертальцев. Отсутствие ископаемых останков добавляет перца к спорам. А два зуба сапиенсов против одного неандертальского, найденные в слоях каменной индустрии Улутсо, вызывают дебаты и сомнения о точном стратеграфическом их положении. Поэтому в игру вступают подробные археологические исследования. В исследовании учёные достаточно подробно изучили, описали и проанализировали слои и находки в нескольких местах обнаружения индустрии Улутсо в Италии. Также исследователи отмечают, что они принимают во внимание тот факт, что если на участке раскопок отсутствуют или где присутствуют стратеграфические разрывы между культурами, то это не связано с тем, что происходит непрерывное развитие или смена видов гоминид. Также вопросы возникают о способе передачи культур между видами, если таковые были. В результате исследователи отмечают, что новинки в индустрии при переходе от мустерской культуры у неандертальцев были эпизодическими и лишь позже были стабильно представлены. Но в Улутсо эти новинки являются стабильными, но самое главное, что родоначальников культуры нельзя установить только опираясь на археологические находки, без останков гоминид. А изобретение и копирование технологий не является прерогативой только одного вида. Это продемонстрировано на примере шательперонской культуры. Граница между мустерской индустрией и Улутсо на разных участках варьируется от непрерывной смены до незначительных перерывов с прослойками вулканического туфа. А переход между Улутсо и начальными элементами следующей ариньякской культуры происходил довольно быстро и постепенных изменений не наблюдается. Переход отмечен на уровне считанных сезонов или максимум нескольких лет. А это плюс к гипотезе об одновременном проживании неандертальцев и сапиенсов на одной территории. А быстрая замена способов обработки камня не может свидетельствовать о приходе сапиенсов в Европу. Похожее наблюдалось у неандертальцев между разновидностями мустерской культуры. Поэтому смена технологий не является достоверным доказательством замещения мвидов. В целом исследование позволило учёным подробно проанализировать датировки и технологии, а также подтвердить, что на участках Коля-Ротонда, Ла Фабрика, Костельчевита и Грота-дель-Кавалла, кстати где и были найдены два маляра сапиенса, определяют Улутсо как реальную культурную единицу с приблизительной продолжительностью в пять тысяч лет. Культура Улутсо заменяется на протоариньякскую за две тысячи лет до извержения флегрейских полей. Протоариньякская культура появляется в Юго-Западной Европе, Франция, Северная Испания и Италия примерно 42-41 тысячу лет назад. А вот сходство протоариньякской культуры с ахмарской культурой на Ближнем Востоке, которая принадлежала сапиенсам, в компании с двумя зубами в Италии, наталкивает на мысль о приходе в Европу современного вида людей. Также учёные отмечают, что извержение вулкана в большей степени повлияло на юг Италии, Крит, Черногорию, Грецию, Болгарию и Россию. А вот к северо-западу влияние было не таким сильным из-за розы ветров. И модель климата показывает снижение температуры на два градуса, но многие участки были покинуты. Также исследователи сожалеют, что не удалось достоверно установить родоначальников культуры Улуццо и надеются на анализы ДНК осадков Ла Фабрика или на будущие находки останков людей. Также учёные подтверждают, что переход между средним и верхним палеолитом происходил как череда быстрых изменений с неравномерными скоростями распространения. Субтитры создавал DimaTorzok